Роль науки и ученых в модернизации общественного сознания обсудили кустанайские студенты, преподаватели вузов, представители науки и общественных организаций. Там прошла открытая конференция КАСТОЛКС. На диалоговой площадке молодежь говорила о том, что совершенствовать свои духовные основы казахстанцы могут, получая качественное и доступное образование. Спикеры поделились опытом, как обучиться бесплатно на родине и за рубежом. Доктор по политологии Жанар Смакова говорит, что она продукт казахстанского образования. По гранту отучилась в двух вузах. За плечами бакалавриат, магистратура и защита диссертации. Пройти эти ступени обучения абсолютно бесплатно может любой школьник и студент, считает преподаватель университета. Существует уйма возможностей для того, чтобы абсолютно бесплатно получить хорошее образование как в стране, так и за рубежом. Для этого надо просто немножко быть разносторонним. Двери этого НИИ, прикладной биохимии, открыты не только для студентов, но и для школьников. В будущем часть из них пополнят ученые ряды. Четыре лаборатории действуют при вузе. Здесь проводят десятки исследований, в том числе и на генном уровне. По ДНК, по генетике мы можем определить инфекционное заболевание. Причем присутствует ли в крови, допустим, возбудитель, если присутствует, то в каком количестве? То есть инфекцирующая доза есть или нет? Место для развития науки есть и в юриспруденции. По мнению участников конференции, некоторые законы предков могут успешно работать и в наше время. В частности, это расширение штрафных санкций за наказание. Можно использовать такой институт, как высылка. Можно ввести коллективную ответственность по гражданскому иску в части коррупционных правонарушений. Свою точку зрения высказали и слушатели те, что из числа студентов озвучили свое видение современной науки и внесли предложения по реализации инновационных идей. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанай, Хабар, 24.